С целевой аудиторией, потому что у нас и завтра, и сегодня будет много сделано по технической части, по организационной, но, наверное, есть смысл понять, для кого мы все работаем, то есть понять, кто будет пользоваться той самой инфраструктурой, кто будет ездить в эту точку продвижения, поэтому вот ту результат, с которой я подготовил авторизм в караване в России, я смотрю с точки зрения продвижения, то есть с той целевой аудитории, которая, собственно говоря, и ездит как автор туристы. Но необходимо... Так, сейчас, секунду. Необходимо сказать, что караванин как таковой, то есть во всем мире караванин где-то ездит автор туризм, это достаточно серьезная индустрия, которая имеет колоссальный экономический эффект. Ну, чтобы были понятны цифры, то есть здесь вот раскладка по средствам размещения и продажи обслуживания физики, и иностранные коллеги в своих докладах в первой части сегодня упоминали эту цифру, то есть уже у меня цифру стоит 37 миллиардов евро, это общий объем оборудов в индустрии, караванинга, а персидент ХССИ уже упоминал цифру до 50 миллиардов, то есть это очень серьезные деньги, это серьезное направление туризму как такового. Это Европа и весь мир. Ну, чтобы опять-таки по цифрам, то есть в мире ежегодно регистрируется свыше полумиллиона единиц специализированной техники. Если брать Россию, то, наверное, все вспоминают, откуда все пошло, то есть как только автомобиль в России стал более недоступным, то есть началась, собственно говоря, эпоха автотуризма в России в виде, ну, нельзя назвать ее массовой, но, по крайней мере, стала заметна эта часть автотуризма, непосредственно сначала в Советском Союзе, потом в России. Теперь непосредственно переходим к целевой атлетурии. Ну, наверное, стоит в России выделить основные направления, а не по звуков, это караванинг. Мы выделяем караванинг как наиболее комфортную часть автотуризма, хотя это не единственная часть. Еще раз напомню, что в Европе караванинг – это практически подавляющее большинство автопришественников, и это практически синоним автотуризма. То есть там нет автотуриста, есть караванинг. У нас не нужно другое ситуация на данный момент. Караванинг как таковой, по сути можно сказать, в России начался где-то с 2007-2008 года, когда в Россию пришла компания «Хьюнер». Это был не очень удачный заход, но тем не менее можно сказать, что караванинг в России в таком классическом виде порядка уже 13 лет. Тем не менее, есть явные сегменты автотуризма, которые необходимо упомянуть на караванинг – это внедорожный автотуризм. Некоторые называют это джипинг. Не знаю, как правильно назвать. Но это все, что связано с туризмом, копией с черной ездности. Ну, а про туризм. И очень сильно развивается у нас сейчас новое движение – движение «One Life». То есть это некая попытка минимальных средствами уехать на природу с минимальным комфортом и переоборудовать «One Life for Home». То есть, по сути, это не про автобусы, а про автобусы, а про автобусы. То есть это вот то, что сейчас мы видим по развитию России. Ну и, наконец, самая массовая и самая основная аудитория автотуризма как торговая в России – это люди, которые путешествуют на своем личном автомобиле. Путешествуют по-разному. Вот стандартный набор путешественника для путешествий на своем помышленном, не приспособленном для путешествий автомобиле вот примерно в таком виде выглядит. Теперь, почему мы говорим о том, что путешествие на личном автомобиле – это самое перспективное направление автотуризма? Ну, вы здесь видите фонографику. Поэтому по сравнению с 2009 годом рост личных автомобилей, ну, практически, 43-27 миллионов штук. То есть это самая распространенная сфера, где автомобиль, в принципе, может использоваться. Значит, далековый автомобиль составляет у нас 75% от всего объема техники. Опять-таки, если брать статистику, то половина россиян имеют как минимум один автомобиль, то есть от одного туризмных автомобилей, и встает естественный вопрос для любого человека, у которого есть автомобиль. я его купил для чего? Только для работы, только для передвижения, там, от дома до рынка. И рано и поздно всегда встает вопрос, а почему у меня на автомобиле не поехать, отдохнуть. И, опять-таки, по статистике, если мы берем самую свежую статистику, за 2020 год, то есть, да, 156% россиян запланировали в 2020 году и поехали к морю, а по некоторым данным, опять-таки, статистике дело такое, место самоизоляции очень сильно повлияли на то, что, опять-таки, границы закрыты, и вот здесь коллеги упоминали об этом, то есть это получился некий толчок достаточно серьезный, который дал ведущим летом автотуризму возможность отправиться аж в 63% всего объема туристов на отдых на автомобиле. То есть это тот потенциал, с которым надо работать, и это та аудитория целевая, предководство, скажем говоря, в России, и необходимо готовить инфраструктуру, необходимо разрабатывать специально целевые программы, и, собственно говоря, сейчас эта работа ведется с стороны автотуризма, с стороны официальных органов и с стороны тех людей, которые автотуризм занимаются развитием и организацией мест отдыха и инфраструктуры. очень быстро, по самому основному, целевую аудиторию – это хорошо, но понятно, что необходимо принимать, что инфраструктура, она, собственно, и вторична. Первичная точка продвижения, и вторая директура, для чего туристы, собственно говоря, снимаются со своего места и едут. то есть точки продвижения углевые, как разоприличаются физические, так и интеллектуальные. Вторая составляющая – автотуризма, это техники для путешествий. Опять-таки, два больших сегмента. Либо это специализированная техника, объем которых у нас крайне мало, у нас нет практически серийных производителей ни автодомов, ни прицепов, только классная техника. И второй сегмент – это обычная авто-мототехника, то есть те самые личные автомобили, на которых готовы 63%, как оказалась статистика наших туристов, ездить на лотах. И вот теперь, когда мы понимаем, для кого делаем инфраструктуру, то есть мы говорим непосредственно о самой инфраструктуре. Вы создали инфраструктуру для автотуризма, это первое, что сразу приходит в голову, что действительно составляет основу этой инфраструктуры, это техники и темпстоянки. Разница невелика. Темпстоянки – это то, что позволяет туристу остановиться на длительное время, темпстоянки – это то, что до 24 часов позволяет не хватить транзитный поток. Помимо этого, естественно, очень важна и, опять-таки, отсутствует информационная составляющая. То есть у нас очень мало информации как для трудного туризма, так и для ездного. То есть нам еще предстоит организовать достаточное количество больших порталов для путешественников, о чем наши коллеги сегодня еще упомянули и завтра нет ни каталогов, ни инфляционных и инфляционных предложений. И вот когда есть точка продвижения, когда есть на чем ехать, понимание, что есть какая-то минимальная инфраструктура, задает вопрос, какая она все-таки должна быть. Вот в таком виде она должна быть. В таком виде она уже более столет существует в Европе. Это все замечательно. То есть, то, что касается техников и темпстоянок, как раз кому интересно, технические вопросы будут завтра. Очень подробно разбираться на сессии, посвященной техническому оснащению геймеров. Но мы говорим о том, что без вот такой инфраструктуры развитие автотуризма достаточно проблематично. Вот так должно быть. Должны быть геймерные наморозные, должны быть тестированные питчи, должно быть необходимое количество самозлов, душевых камин, отработанная система регистрации, и контроля. Должна быть внутри геймеров. Своя инфраструктура, с детской площадкой и прочим. Это все должно быть. Но опять-таки, к этому надо подходить. Принципиальный вопрос следующий. Основа, опять-таки, и в Европе геймеров, геймеров, еще раз скажу, это дикий комфортный вариант приобщения к природе. Основа любого китинга и в финансовом плане это все-таки не столько опора на каравань, и в том числе, насколько это задача с национально установленного жилья. Поэтому, все мы это промотаем и переходим к самому основному, заключительному. К тому выводу, которую мы директоровали, сделали для себя. По поводу, какой все-таки должна быть инфраструктура для развития туризма. И мы предстоит, что оптимальный вариант китингов это некий универсальный китинг, в котором должна быть возможность останавливаться не только каравалерам, но и любому автотуристу, а для этого необходимо мобильное размещение на территории китинга, то есть специальные мобильные домики, которые, соответственно, позволяют человеку поставить машину рядом и разместиться. то, что есть на данном моменте, к сожалению, мало приспособлено, то есть вот так как обычные стоянки. Вот стоянка музея Абрамсова, то есть их, видимо, инфраструктура ничего нет. И последнее я покажу сейчас те варианты, которые уже сделаны опять с нашей помощью. То есть вот, например, Блина и гора, где-то такая стоянка, это тот вариант, который работает и работает так, как должен. Здесь есть возможность стать иностранным группом на автодомах, и нашим автотуристам, и есть размещение в китинговых домиках. То есть вот такой формат, оптимальный, это уже у нас городской китингов. у горя тот же самый формат есть и личный для автотодомов, и возможность размещения в мобильных домиках, вот они есть по краю. То есть мы считаем, что данный формат, это самый оптимальный вариант технический и технический вариант и соответственно организация техническая будет завтра на сессии по гостам и технической организации. Большое спасибо. Спасибо большое. Я просто помню, что у нас Елена Вячеславовна создала очень хороший план. Она практически не предвестила свое мнение. Поэтому давайте придерживаться в главе, потому что все уже успели и очень хочется, чтобы все достигли. Хорошо? Спасибо большое. Продолжаем. Большое спасибо за информативный доклад. Следующим спикером у нас заявлен на Сыголовский Александр Юрьевич онлайн подключения. Это руководитель управления земельно-ничественных отношений филиарда дорожного агентства «Россия-Савтодорка». Он расскажет о развитии туристических массивов в ходе федеральной